О чем доклад? Я хотел бы, то есть давайте по порядку. Ага, кликер включить. Сейчас включим. Я работаю в Software Development уже несколько больше, чем 15 лет. За это все время, естественно, повидал очень много всякого интересного. И мне кажется, что я наконец-то понял, какими современные девелоперы должны быть. То есть не факт, что эти знания останутся с вами надолго, потому что девелопмент меняется каждые 5 минут. Но как минимум на текущий год самую свежую информацию я постараюсь рассказать. Итак, работаю я в компании VIX. Как ни странно, ну, надо же как-то сказать, что я вот не бездомный. Как мы себе иногда представляем девелоперов? Вот уже сегодня прозвучало по поводу того, что рабы на галерах, все дела. Иногда мы представляем себя вот так. Поднимите руки, кто считает, что это очень сходится с тем, что на самом деле. Один. Ладно, неплохо. Иногда мы себя представляем вот так. Такое вот, значит, абсолютное божество, которое прям витает где-то в облаках и творит неведомую фигню. Кто так считает? Кто так себя видит? Скромняженькие какие. Некоторое количество людей видит нас вот так. Ну, как бы, только иногда, ладно, окей, это старая картинка. Сейчас, конечно, это вейп, подкачанные штаны, моноколесо. Вот. Ну, такое. Иногда я себя представляю вот так. Ну, я думаю, что тоже есть люди, которые представляют, что вот ты весь такой обложился там хибернейтами, спрингами, у тебя тут пара логеров за пазухой, значит, какой-то совершенно новый фреймворк в ножнах, и ты, в общем, идешь на задание. А в интернете бытует мнение, что программисты это вообще не люди, это, как бы, некая функция, которая превращает кофе в код. Как бы, где правда? Кто может вот так вот положа лапу на сердце сказать, что вот что-то из того, что здесь было, это чистая воды правда? Ну, кто-нибудь крикнете там «да» или «нет». Молодцы какие. Когда я начинал карьеру программиста, это было в 2002 году, по-моему, программисты, ну и вообще, в принципе, такое понятие, как программисты, оно включало в себя очень много всякого добра. То есть мы занимались практически всем, то есть там принтер заправить, почистить мышку или клавиатуру, там пойти юзеру на кнопочку нажать, потому что он не может найти на клавиатуре кнопку с названием «Иникей», вот и так далее. И вот, ну и кроме всего прочего, естественно, мы производили программные продукты. Тогда не было вот этих всяких модных штук, как Scrum, Agile, давайте там спринты, менеджеры и все такое. Оно как-то отсутствовало. И я не могу сказать, что это было хорошо, но тогда у людей, которые работали в программерской отрасли, у них был кайф от этого. У них была полная свобода действий, и они делали в принципе, что хотели. И часть легоси-кода, который мы иногда видим и поддерживаем, он как раз с тех времен. И я не думаю, что вы сейчас прям очень радуетесь от этого. Но тем не менее, тогда быть программистом это было призвание. Ты был как вот художник свободный, ты мог делать вещи, которые ты хочешь. Например, я в свое время, когда у нас были проблемы с базой и приложением, которое к этой базе подключалось, то была проблема, что приложение это один артефакт, а база это типа другой артефакт. И как бы иногда они по версиям расходились. Ну, если ты забыл патчи на базу накатить. И надо было написать вот систему контроля того, что приложение и база данных, они одной версии. И я это за один или два дня написал, и я безумно собой гордился. Я получал кайф от своей работы. Даже вот от такой безумной. Казалось бы, кому сейчас это интересно? Flyway, там, как их господи, Liquibase, да, и прочие разные другие тулы, которые ты просто подключаешь, конфигурируешь, где кайф. Сейчас ситуация вот примерно такая. То есть у тебя вот этот вот мега-девелопер, или там назовем его абстрактный девелопер, он сейчас получил кучу саб-классов. То есть есть там frontend, есть backend, mobile, embedded и так далее. Кроме всего, получилась куча нахлебников в виде там менеджеров и так далее, да? QEF. Ну ладно, я шучу, на самом деле я так не считаю. Но идея в том, что с этой специализацией, более того, у каждого там frontend-девелопера или backend-девелопера есть уже свои специализации и так далее. То есть мы вот по этой иерархии углубляемся очень глубоко. И ты чувствуешь себя вот этим маленьким-маленькой-маленькой шестереночкой в каком-то, блин, огромном механизме. И кайф перекладывать вот отсюда XML-ки или JSON-ы вот сюда, они как-то, этот кайф, он у очень редких людей существует. То есть подскажите, вот кто сейчас вот реально в зале, кто вот полностью доволен своей работой. Вот прям такой считает, что вот я занимаюсь тем, что я хочу заниматься и мне ничего больше не надо. Ну отлично, у вас на самом деле вполне себе много людей, которые замотивированы, это хорошо. Но большинство людей, с которыми я работаю, они жалуются на то, что они рабы на галерах не потому, что они как бы недовольны офисом, кофе там, бесплатными печеньками и прочими другими штуками. Они недовольны тем, что они забыли вот тот прикол от того, что ты пишешь какие-то новые вещи. Legacy-проекты, мы не можем их терпеть, ну мы, вы, потому что я их обожаю. Мы не можем их терпеть, потому что вот они не приносят того кайфа больше. И опять же, все обложено фреймворками и практически нет вот этого вот поля для свободы творчества. И вот это огромная-огромная проблема нынешней фабрики. Я ее назвал Software Factory, потому что мы все вот эти вот маленькие такие функции, которые перекладываем там с места на место. Что же получается? У нас в нашей работе из-за вот этой вот кучи специализаций мы не можем свою работу делать, если у нас нет хорошей кооперации с вот этими людьми. Особенно с последней категорией, то есть те вот зазнайки, которые почему-то считают, что они знают, как лучше делать вашу работу за вас. И мы их натурально воспринимаем как врагов. То есть QA вернул бак, ах ты ж, нехорошая же гулящая женщина, да, или гулящий мужчина. Какой-нибудь там менеджер требует эстимейты и получается вот такая вот, вот так мы их представляем, да. То есть они реально над нами прикалываются, они говорят, сколько это будет, ну за сколько ты это примерно сделаешь, и потом выставляют это тебе в дедлайны. И ты такой, я что там, у меня хрустальный шар есть, откуда я знаю, сколько это будет по времени, сколько это по времени займет. И на самом деле проблема в том, что одна шестеренка, она не может функциировать, она ничего не сделает. То есть получается, что вот эти все ребята, которые наши враги, они на самом деле наши друзья. Потому что вот эти девелоперы, которые типа знают, как лучше нашу работу делать вместо нас, они нас могут чему-то научить. QA нас проверят, потому что хороший QA находит реально очень интересные баги в вашем коде, и соответственно вам не придется их искать. Вам придется их чинить, что намного проще. Хороший менеджер может вам спланировать спринт так, ну или по крайней мере помочь спланировать спринт так, чтобы у вас не было овертаймов, и вы не там зависали на работе до черт знает какого времени каждую пятницу. Ну имеется в виду в смысле работа, а не то, чем мы обычно в пятницу делаем. То есть получается, что это обычная нормальная эволюция. Вот тот environment, те процессы всякие, вот эти вот спринты, вот когда тебя каждый вроде как шаг контролирует, связывают руки и так далее, это все сделано для того, чтобы мы производили больше, выше, лучше и сильнее. Кто понимает, что это вот, ну это объективно правда? Да не стесняйтесь, все остальные, я думаю, тоже понимают, просто не хотите пока еще этого признать. Потому что если этого не будет, то вы когда-нибудь пробовали писать проект с нуля? Сколько проблем вам приходится решать, как там настроить систему билдов, как написать весь тот код, который вы хотите, как спланировать, что вообще делать? Это потом протестировать же это еще, придумать какие-то требования и так далее. То есть вот эта вот эволюция, она дошла таки до процесса девелопмента, и она сейчас отравляет нам жизнь, чаще всего отравляет. И как результат, что мы получаем? Мы теряем очень много фана на нашей работе, то есть его у нас становится все меньше и меньше, иногда он доходит до того, что мы начинаем использовать такие клевые слова, как выгорание. Кто тут выгорает? Кто выгорал хоть раз? О, выгоревшие. Проблема не в том, что выгорания не существует. Проблема в том, что мы неправильно с собой работаем. И вот тут сейчас я расскажу немножко булшета, что на самом деле мы должны сделать. То есть если вы там хотите, чтобы вот эти проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, чтобы для них нашлось какое-то решение, вы должны понять, что внутри, какой рут. И некий уорнинг. Сейчас будет немного булшета, потому что… Ну как булшета? То есть это информация, которую, скорее всего, вы можете легко почерпнуть в других источниках, но я постараюсь рассказать вам какой-то базис, который вполне возможно поможет вам понимать лучше, как вообще вот устроен такой хрупкий механизм в девелопменте, как человек. И на чем это все базируется? Я очень долгое время любил, ну точнее, хотел понять, как же вот люди работают, потому что ты постоянно работаешь с людьми, а они вроде как должны быть простыми биологическими механизмами. То есть, ну, мы знаем, почему, допустим, растение тянется к солнцу, потому что там есть фоторецепторы, которые реагируют таким образом, что поворачивают стебелек туда, куда надо, или листики туда, куда надо, чтобы максимизировать получение ультрафиолета. И эти механизмы, они выработаны там через вот миллиарды лет эволюции, и они, по идее, как-то должны современной наукой объясняться. Поэтому химия, биология, физика, математика, потом всякие вот эти вот нейросайенсы и вообще устройства мозга, потому что мозг наш основной процессор, вот это вот та информация, на которой я буду чуть-чуть, вот чуть-чуть буквально про нее расскажу. Я надеюсь, челюсть никто не сломает. В чем беда? Беда в том, что мы являемся самой-самой-самой большой легоси-системой, с которой мы когда-либо работали. То есть мы друг с дружкой разговариваем, а на самом деле с чем мы разговариваем, мы не знаем. То есть сколько внутри вас вас, это прям очень хороший такой философско-нейропсихологический момент. Проблема в том, что сквозь эволюцию, то есть если мы, например, посмотрим 8 миллионов лет назад, ну или 9, когда появились первые похожие на нас существа в виде обезьян, кто против теории Дарвина, погодите, мы потом ее обсудим. Так вот, наша эволюция до, собственно, Homo sapiens, она шла, условно говоря, примерно 8 миллионов лет. А до этого, для того, чтобы появилась обезьянка, до этого было еще несколько сот миллионов лет, когда какие-то простейшие организмы эволюционировали. Как вы думаете, была ли у них проблема, что кофе закончился в офисе? Или у них были совершенно другие проблемы, которые их коробка должна была решать? Так вот, прикол в том, что до, собственно, ну там, предположим, между обезьяной и нами, мы эволюционировали 8 миллионов лет, а потом вдруг наше общество и вообще взаимоотношения между людьми вдруг резко прыгнуло вверх. А что мы на самом деле делали на вот этом всем этапе? На вот этом вот всем этапе, пока вот мы отсюда досюда дошли, мы пытались выжить, убивая друг друга и поедая тех, кто, собственно, хоть как-то походил на пищу. И наши все механизмы, наш мозг заточен на то, чтобы выполнять именно эту задачу. А после этого, допустим, где-то там 30 тысяч лет назад, ну давайте 300 тысяч лет назад, вдруг у нас ситуация начала потихонечку меняться, и в последние там 5 тысяч лет мы резко у нас, начало развиваться общество, где люди вроде уже не должны друг друга убивать и есть, и нам не надо прятаться от саблезубых тигров, и в принципе с самками у нас и с самцами тоже как-то отношения более-менее устаканились. Но прикол в том, что весь хардвер и очень большой кусок софтвера в нашей голове, он все еще работает, решая старые проблемы. Поэтому внутривидовая агрессия, ксенофобия и так далее, вот все вот это, что нас окружает, то, с чем мы пытаемся бороться, оно как бы обжорство опять же, оно тащится вот оттуда все. И сказать, сколько вот сейчас в голове у каждого из вас, сколько на самом деле вас, а сколько вот тех программ, которые раньше помогали вам выжить, это прямо очень непростая задача. Давайте рассмотрим вообще, я вот уверен, что много народу примерно понимает, как работает мозг, да? Там электрические сигналы между нейронами и так далее. Так вот, нет. Электрические сигналы там есть, но только внутри каждого нейрона. А нейроны друг с дружкой никак не связаны через электрические цепи. Получается, что когда возбуждается нейрон, он передает электрический сигнал в аксон. Каждый аксон, он такой разветвленный, разветвленный, разветвленный. Он потихонечку в течение вашей жизни он становится все более разветвленный, все более длинный, достает максимально до других клеток. И вот от этого электрического сигнала внутри каждого хвостика аксона есть такие штуки, как нейромедиаторы. Это химические соединения. Достаточно простые, но они необходимы для того, чтобы клетка могла передать сигнал дальше по цепочке. Бедося в том, что количество вот этих нейромедиаторов в каждой клетке, оно лимитированное, и оно не то, чтобы очень легко восполняется. Поэтому, когда вы вдруг в какой-то момент времени, решая простую задачу, видите, что вы начинаете дико тупить, это не потому, что вы вдруг стали тупым. Это просто потому, что у вас вот это вот топливо для передачи данных, оно могло подойти к концу. То есть после того, как электрический импульс проходит вот сюда, здесь такие есть кальциевые гейты, которые притаскивают вот этот вот, ну, условно говоря, бандлы этих нейромедиаторов к себе и выплескивают их. Эти нейромедиаторы оседают на вот этих вот дендритах, которые покрывают другую клетку. Вот так работает наш мозг, не со скоростью электрического импульса, а со скоростью, пока вот эти вот молекулки дойдут, пока их примут, и только тогда по другой клетке начнет проходить другой электрический импульс, который нужен на самом деле для того, чтобы вот тут вот гейты открылись. Прикиньте? То есть наш мозг работает тупо на пересылке месседжей друг к другу. Ну, вот такой вот первоначальный месседжинг. Почему я это рассказываю? Потому что от вот этого понимания вы начинаете немножко лучше представлять, что происходит вообще с вами, когда количество вот этих вот нейромедиаторов падает. То есть вам, у вас нечего передавать, у вас мозговая активность затухает. Для того, чтобы восстановить эти нейромедиаторы, что нужно делать? Нужно поесть простейших углеводов и поспать. Кто часто спит? А кто считает, что сон не важен, я могу вкалывать по 12 часов в сутки? Такой, ну я типа, но я уже не могу. Ваш движок, то, что внутри вас находится, оно очень сильно зависит от вашего образа жизни. Для того, чтобы не допускать ситуации, когда вы в самый необходимый момент начинаете перформить хуже значительно, для этого нужна нормальная диета и нормальный образ жизни. И это говорю я вам. Я в этой ерунде понимаю. Что дальше, короче? На некотором другом уровне у нас существуют гормоны. Гормоны, некоторые из них в том числе являются и нейромедиаторами. Нас будет интересовать допамин и серотонин. Я по чуть-чуть про них расскажу. Вот тут вот, тут happiness, тут curiosity и так далее. И вот тут вот depression, всякие sadness и так далее. Пониженное, иногда повышенное содержание одних гормонов ведет нас к стрессу, иногда пониженное ведет нас к стрессу, а иногда хрен его знает, почему мы стрессуем. Но вообще это достаточно отлаженный механизм. И в чем заключается бедося? Бедося здесь заключается в том, что для того, чтобы быть мотивированными, для того, чтобы испытывать кайф от того, что вы делаете, вам нужен допамин для того, чтобы хотеть производить умственную активность, и серотонин для того, чтобы вознаграждать это все. То есть просто два элемента, которые могут сделать вас счастливыми. И наркота. Потому что наркота вырабатывает, собственно, эти два гормона счастья. И оно, правда, неконтролируемо, и вы зацикливаетесь не на этом. Но это уже проблема вашего очень несовершенного хардвора. Пирамида Maslow. Про нее я тоже немножко расскажу. Идея в том, что вот эти вот уровни базовые от начала и до самого верха, они покрывают базовые потребности в виде еды и размножения. Ну ладно, окей, там еще немножко есть. До, собственно, самоактуализации, самореализации, вообще ощущения от того, что ты бог, а вокруг все не Д'Артаньяны. И чем выше ты поднимаешься по пирамиде, тем больший кайф ты получаешь от достижений на этом уровне. То есть для того, чтобы себя мотивировать что-то делать, достаточно просто по этой пирамиде расти. Прям совсем простая идея. Как вы до этого не догадались? Но для того, чтобы хотеть по этой пирамиде расти, нужно себя каждый раз уговаривать, нужна дисциплина. И то, о чем говорил Николя, это действительно правда. Если вы совсем отпустите свой совершенно неандертальский организм и совершенно перестанете его контролировать, я знаю, это сложно. Я тоже такой же неандерталец, как и все вы. Только вот этот вот старый, олдовый, бажный хардвер, который мешает вам стать лучше, выше, сильнее, веселее, этот хардвер в принципе можно иногда контролировать. И каждый из вас может, покопавшись внутри, понять, какие вот мотиваторы для вас являются основными, какие вот прям хорошо работают, а какие не очень. То есть что заставляет вас двигаться вперед? Из-за этой пирамиды, точнее, по вот этой пирамиде маслов, как только вы дорастете до вот того вот самого верхнего уровня, когда вы получите прям контроль того, что вы самый лучший, вы будете получать максимальные дозы счастья. И это, по-моему, нормальный ачьиммент. Так вот, что мы отсюда можем из этой краткого экскурса в нейрофизиологию и все остальное вытащить, это то, что у нас самый большой фейл – это мы сами, потому что наш организм, он ни хрена не приспособлен для современного общества. Мы прям, ну, мы очень стараемся, но преступность, ксенофобия, опять же, там куча всяких бэкграундных штук, которые нас тащат назад, вот, они существуют. Агрессия, микроагрессия, господи, нет, я не сказал микроагрессия, не просто агрессия. Вот, страх и так далее. Это все то, что нас останавливает на пути, потому что, ну, казалось бы, чего бояться поменять компанию? А нет, у кучи народа есть вот этот вот блокер, что я боюсь всего нового. Это такой неандертальский страх, такой прям стопор для нас, для того, чтобы мы развивались, что, ну, черт его знает, как с этим бороться. Только объяснять себе, почему это надо сделать и как-то уговаривать вот то вот недалекое животное, о коем мы являемся, для того, чтобы мы продвинулись дальше. Только так. И, пожалуйста, запомните, что если вы чувствуете, что вот вы не можете работать сейчас, ну, не знаю, потому что вот тупо ни хрена не соображаете, сделайте паузу, но не прокрастинируйте, потому что есть разница между отдыхом и прокрастинацией. Какая? Кто знает разницу? Ну, как бы отдых – это тоже не работа, да? И прокрастинация не работа. Скорее всего, что прокрастинация – это будет полное игнорирование каких-то подзывов к работе, можно сказать. Нет, я сэкономлю время. Вы когда-нибудь видели, как морские свинки или хомячки, короче, бегают в колесике? Это не для того, чтобы спортом позаниматься. Вот они таким образом прокрастинируют. То есть прикол в том, что прокрастинация – это работа, но не над тем, что надо сделать. То есть ты на самом деле не отдыхаешь, ты делаешь что-то другое, ты тоже тратишь вот это вот топливо, которое у тебя есть, то есть вот эти нейромедиаторы, они тоже выплескиваются, и примерно по тем же маршрутам, то есть истощение нейромедиаторов все еще происходит. Но вы при этом не делаете ничего полезного. Ну или, по крайней мере, не то, что было бы полезно на вот текущий момент. Соответственно, как только вы чувствуете, что вы начинаете смещать акценты, ну я бы на вашем месте хорошенечко бы подумал и, наверное, взял бы там денек отпуска или просто вот пошел бы, не знаю, там поплавал, отдохнул бы, почитал что-нибудь, поспал бы. Потому что не думать о работе в этот момент очень сильно помогает, потому что при прокрастинации ты все еще думаешь о том, что тебе надо сделать, но уже как бы, но не делаешь. В виде, ну то есть это просто бесцельная трата вашего мозгового ресурса. Вот. И если вы будете вдруг следить за своим здоровьем, то мне кажется, у вас как-то чудесным образом получится перформанс получше. Вот такой вот странный довод, который базируется на том, из чего мы состоим. И что нам теперь делать? Вот окей, мы там, условно говоря, некая обертка вокруг очень старого легаси-движка, прям который сыпется и делает вообще не то, что мы хотим. Как нам заново полюбить нашу работу? Заново, собственно, ну там научиться просыпаться тогда, когда надо, или там как соблюсти спокойствие, когда вокруг везде пожар, и вы такие, блин, надо бегать, надо, короче, что-то творить. Для этого тоже не надо особо многого. То есть как бороться с вот этим, вот то, что внутри нас находится, изучает частично психология, но психология такая себе наука, она на самом деле вот прям какие-то такие воркараунды находит, но как они работают, эти воркараунды, объяснить нереально. Но тем не менее, пока у нас нет ничего лучшего, давайте столкнемся с психологией и, опять же, нейрофизиологией. Прикол в том, что вот я рассказывал про допамин и серотонин. Так вот, для мотивации делать чего-то у вас есть две фазы. Первая фаза – это поиск, чего бы сделать. Эта фаза, она обусловлена тем, что допамин начинает расходиться по вашему мозгу. Я очень утрирую сейчас. Понятное дело, если в зале есть нейробиологи, они мне скажут, что я несу какую-то детскую херню. Но тем не менее. И вот за счет этого мы начинаем искать. Наш мозг начинает думать. Мы пытаемся найти решение. Мы пытаемся... Ого! Мы пытаемся как-то решить ту проблему, которая в данный момент перед нами стоит. Или найти какую-то проблему, которую мы хотим решить. И когда мы ее решаем, то мы получаем вот этот вот всплеск вознаграждения, который, опять же, нас подталкивает к тому, чтобы мы решали больше проблем. Это как, опять же, та же самая наркота. На самом деле мы все серотониново-допаминовые торчки. Ну, если так посмотреть. И вот этот вот метод кнута... Точнее, здесь пока еще нет кнута, кнут будет дальше. Но вот если вы понимаете, что для того, чтобы получить удовольствие от работы, вам необходима умственная активность, которая вознаграждается результатом, то, соответственно, никогда, прошу вас, никогда не беритесь за работу, которую вы чувствуете, что вы не осилите. Постарайтесь ее побить на какие-то меньшие, с которых вы сможете получить прям выхлоп. Потому что завершение любой работы всегда будет вознаграждено. Причем внутри вас. Кроме того, по мотивации. Есть еще мотивация внутренняя и внешняя. Внутренняя мотивация – это «Ай, кто молодец? Я молодец». Внешняя мотивация – это когда к тебе приходит менеджер или какой-нибудь чувак со стороны или ваш любимый или любимая, говорит «Бух, это было круто вообще». Ну окей, секс – это всегда хороший мотиватор. То есть, прикол в том, что внешняя мотивация, она сильнее, но она менее стабильна. Потому что, а что если вас не похвалили? Ну вот, мудак-менеджер. Все, ты выгорел. То есть, внутреннюю мотивацию нужно всегда поддерживать, нужно всегда себя хвалить. Сделал – молодец. Не сделал – хреново сделай. Сделал – молодец. И вот если вы будете себя подпитывать постоянно позитивными какими-то штуками, например, это можно, как там, не знаю, сделал тикет, пошел съел печенюшку. Ну или какую-то вот, ну как закрепление реакции. Внутреннее – это всегда менее сильное, но если вы правильно с этим будете работать, через некоторое время вам уже никто не нужен. Ну это как сомнительный такой понт, но если бы это так все было просто, то мы бы так вымерли. И, собственно, с кнутом и пряником, опять же, не бойтесь себя наказывать, в том числе и вознаграждать. То есть, и если кто-то это делает вам со стороны, ну то есть, если кто-то вас вычитывает и говорит, это полный трэш и все, вы, типа, профнепригодны, примите это, потому что это необходимая доза мотивации. То есть, да, вы демотивируетесь, частично демотивируетесь этим, но у нас есть такое чувство, как агрессия. Агрессия – отличная вообще штука. Как только ты становишься злым, это вам любой тренер в спортзале скажет. Они там еще иногда, когда поднимают тяжелые веса, друг друга еще по щекам хлестают, чтобы человек разозлился. Ну что, выброс адреналина там, и ты такой, да я сейчас это все сделаю, как нефиг делать. Как только ты получаешь негативный фидбэк, принимай его и злись, но только злись на себя, потому что это твой фейл. И лимитируй эту штуку, потому что слишком депрессивный комментарий, который реально тебя выводит, научись его игнорировать. То есть, просто как будто, ну человек там что-то бла-бла-бла, я вообще его не слышу. Если это тот уровень, скажем, который ты можешь принять, принимай, разозлись и дальше по сценарию. Точно такая же ерунда с похвалой. Очень легко подсесть на серотониновую похвалу, когда тебя хвалят, тебе надо потом больше, 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 больше. В общем, снаружи очень аккуратно принимайте как похвалу, так и, собственно, негативный фидбэк. Потому что иначе вы не сможете выжить, если будет слишком много чего-то одного или другого. Кроме всего прочего, помните всегда, что все, с кем вы общаетесь, включая меня, это всего лишь людишки, жалкие, тупые людишки. Как бы вы не пытались увеличить вот эту вот обертку, которая вокруг нашего всего ядра, там очень-очень-очень много легоси, про которые вы можете почитать практически в любой книге про нейрофизиологию и вообще про паттерны, как ведут себя животные. Наши поведенческие паттерны отличаются от поведенческих паттернов каких-нибудь павлинов очень не сильно. Прям вот, совсем не сильно. И есть еще один чит-хак, как повышать серотонин практически бесплатно. Как ни странно, во время коммуникации с людьми, так как мы социальные животные, нас природа для того, чтобы мы могли социализироваться более удобно, мы ловим кайф от этого, собственно, от общения. Если вы помните, когда обезьянки друг у друга блох типа выискивают, это не потому, что у них очень много блох, а это забота. То есть таким образом они коммуницируют друг с другом и тем самым они усиливают связи друг с другом. То есть это может быть ваша семья, ваши друзья, ваши коллеги, но не бойтесь коммуницировать, потому что при правильно поставленном процессе коммуникации вы начинаете от этого кайфовать. Обсуждение какой-то проблемы, как решить какую-то проблему, ну как решить какой-то там таск или сделать какую-то новую фичу. Как только вы поймете, зачем вы это делаете, то есть зачем вы коммуницируете, что на самом деле вы не пытаетесь тут померяться чем-то, а вы реально пытаетесь решить какую-то проблему вместе, тогда начинается, ну прям намного более удобно, тогда ты начинаешь совершенно другие гормоны выделять. То есть ты уже не злишься на человека, который зарезал твою идею, а ты уже смотришь на это как, о, слушай, может у него идея есть получше, и если такие есть идеи лучше, ты тоже ловишь кайф, потому что ты часть этого процесса. И вот эта социализация, она у нас внутри, и ты не можешь ее игнорировать. Это не то, что программист это всегда нелюдимый чувак, который там сидит, кодит, и ему больше ничего не надо. Итак, здесь уже звучала эта фраза, насчет того, как мы должны менять perception, попробуйте подумать о себе, как будто вы сами для себя самое бесценное, что у вас есть. Потому что это факт, вы закончите свою жизнь в течение, не знаю, кому повезет 50 лет. 50 лет это не так уж и много. И на что вы хотите потратить эту жизнь? Хотите ли вы потратить эту жизнь на человека, который платит вам зарплату, и прям потратить всю ее без остатка? Или вы хотите ее прожить как-то, ну вот, немножечко более гидронистически? То есть, когда ты понимаешь, что ты зарабатываешь деньги для того, чтобы получить, потом обменять их на какие-то удовольствия или на что-то. И самое забавное, а надо ли, чтобы процесс зарабатывания денег всегда приводил к тому, что ты прям тупое животное и не имеешь никакого права голоса? Раб ли ты действительно того человека, который платит тебе деньги? Как только ты думаешь, что ты на самом деле партнер, которого пригласили решить проблему за деньги, то становится намного проще. Я слабо себе могу представить человека, который придет к доктору и скажет, доктор, вылечите меня от цирроза печени. Он говорит, а что вы решили, что у вас цирроз печени? Ну, потому что я чувствую, что-то, короче, печень побаливает. И вот если доктор такой, ладно, вот это вам таблетки от цирроза печени, то это не доктор. Доктор это тот, который скажет, ладно, окей, твою проблему я пойду. Ну, типа ты говоришь, что у тебя цирроз печени, давай проведем анализы, посмотрим на тебя тут слева-справа, и я тебе сделаю так, чтобы это боли у тебя не было. В таком случае вы с доктором партнеры, потому что у тебя есть проблема, а он ее может решить, и ты ему платишь деньги за решение этой проблемы. Точно такая же ерунда, если вы, то есть вы не работник, вы человек, который берет все инструменты, которыми он владеет, и он не просто вот эта штучка в конвейере, а он пытается посмотреть на проблему настолько широко, насколько он может, и сделать максимально эффективно. Попробуйте ловить кайф от того, что вы сделали эффективно. Не те вот пацаны, которые были до вас, не там какой-то мифический программист, который за пару часов может сделать любую задачу, а именно вы взяли, договорились с человеком, получив от него ценную информацию, провели анализ и сделали хорошо, так что ему понравилось. Вы мотивируете этим самым каждый раз проводить вот такие вот изыски. Ваши допаминовые рецепторы начинают работать лучше, потому что они тоже тренируются. Вы получаете кучу серотонина, а значит вы прям радуетесь, как слон на водопое. А, стоп, еще не все. Кроме всего прочего, да, предыдущий спикер говорил по поводу того, что давай вот там мы будем работать ради компании. Нафиг компании. Попробуйте представить, что вот в данный конкретный момент ваши цели с компанией должны совпадать. Тогда вам не надо будет думать о компании. То есть из вот этих трех элементов, которые он типа должен выбирать, как только вы понимаете, что ваши цели с компанией, с клиентами и с людьми примерно совпадают, то это означает, что вы просто идете своей дорогой и удовлетворяете при этом всех трех. Для того, чтобы этого достичь, нужно просто уметь слушать, что говорят люди, это не самый сложный навык, который вы можете постичь. Попробуйте поиграть в крокодила или там в испорченный телефон, и через какое-то время, может, вы начнете понимать, что на самом деле имел в виду человек. Не бойтесь задавать вопросы, не бойтесь показаться глупым, потому что глупым вы окажетесь, когда вы будете умирать в своей больничной койке, и думать, блин, а что я, за что я эту жизнь прожил? За там много тысяч долларов. Блин, как-то дешево я ее оценил. Вот это будет глупый поступок. То есть глупым можно, ну, короче, ваша гордыня, она вам должна помогать, а не мешать. Гордыня это, я сказал, что я сделаю, и я сделаю, и я сделал, я молодец. Попробуйте представить, что вы работаете в компании, получаете эти деньги только потому, что вы приносите дополнительную ценность компании. Вы берете столько денег, ну, чуть-чуть меньше денег, чем вы приносите пользы. Опять же, как только вы начинаете думать о том, что вы пользу приносите, вы начинаете думать о том, как бы эту пользу увеличить, потому что я хочу больше денег, и как бы надо, соответственно, и пользу увеличивать. И вообще, в принципе, кодинг это, ну, то есть наш код это субпродукт. Это не основное то, чем мы зарабатываем на жизнь. Мы решаем проблемы бизнеса. И если, опять же, для вас это станет очевидным, то шансов развиться именно в решении бизнес-проблем и мотивировать себя на то, чтобы быть лучшим в решении бизнес-проблема, для вас будет намного-намного проще. Имеется в виду, что сам вот этот вот процесс обдумывания, он доставляет кайф. Сам процесс построения решения, он добавляет кайфа, потому что, ребят, come on, ну, я могу, конечно, понять, что кто-то из вас ловит кайф от того, что мы пишем там, for int i равно нулю, точка с запятой, и погнал дальше. Но это, это субпродукт, это лишь то, что выплывает наружу уже после того, как мы поняли, как решать. Мы уже себя похвалили. Осталось только это записать, и мы еще раз себя похвалим, когда оно начнет работать. И может быть, даже зеленые тесты принесут вам удовольствие соизмеримое с каким-то шотом кокаина или еще чего-нибудь. И в общем, это, наверное, практически все, что я хотел сказать. Вот здесь вот минимальный некий take-way, который еще раз я хочу напомнить вам, что вы все очень-очень legacy-based механизмы с кучей багов внутри. И вы эти баги иногда за собой замечаете, когда вот сегодня пойду в тренажерку. А нет, давай завтра. Через месяц такой, ну ладно, вот сегодня точно пойду. Нет, лучше завтра. Вот. И так далее. То есть кто-то, какой-то вот внутренний такой вот человечек у вас в голове говорит, да зачем, 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 давай лучше пойдем выпьем там и так далее. И вот то, с чем, как вы проживете эту жизнь и то, что вы потом будете вспоминать, это реально вот именно то, что ваше. А сколько вы денег заработаете какой компании, это вряд ли вы будете вспоминать. И, ну я не знаю, я еще не пожил достаточно, но я когда напиваюсь, я очень близок к смерти и я думаю о своей жизни. Поэтому я из экспириенса говорю. Спасибо вам. Я надеюсь, кто-то здесь подумает теперь о себе немножко другими глазами и может быть вам будет немножко проще теперь принимать какие-то важные для вашей жизни решения, потому что черт возьми, она у вас одна и я очень желаю, чтобы вы ее прожили прям так, как вы захотите. Спасибо. у меня чудовый актуальный топик, это было отлично. Отлично. Давайте два питания салу. У нас есть еще пара минут, поэтому давайте, я готов ответить на какие-то животрепещущие темы. Если я присяду, я там буду на твердых стульях сидеть, а здесь мягенькая креселка. Спасибо. Фальсификации или не фальсификации попера. Все, что ты говоришь про психологию, невозможно привести какой-то факт, который бы опроверг сказанное. И, соответственно, то, что говорит психология, это просто набор неких правил. Ну, как бы это объяснить? Вот это примерно как с Богом. Когда ты говоришь, что Бог есть, это практически невозможно опровергнуть. Когда ты говоришь, что есть подсознание, какой факт ты можешь привести, чтобы сказать, что подсознание не существует. То есть что такое подсознание, каждый психолог может трактовать как угодно. И получается, что психология по научным критериям для меня отсутствует. Есть психиатрия, там ребята точно знают, какие медикаменты тебе надо вколоть, чтобы ты себя почувствовал прям так, как надо. Ну и ладно, окей, они знают много о структуре мозга, факты которых легко проверить или опровергнуть, если вдруг это не так. Есть частичные какие-то связанные, типа психоаналитика, которая на самом деле решает конкретную проблему. То есть если ты берешь… Точнее нет, вру, это психоаналитика. Нет, вот это да. Нет, психиатрия, я уже говорил. Есть… Психоделие. Психоделие, отлично. Короче, есть еще несколько дисциплин, которые я сейчас почему-то не могу вспомнить, я даже не знаю почему. Но они решают конкретные проблемы, им намного проще найти, собственно, ручки для того, чтобы эту конкретную проблему исправить. Психология в широком смысле, она дырявая чуть больше, чем совсем. Это не говорит о том, что те факты, которые там… Ну или точнее, те правила, которые там существуют, они не будут работать. Но объяснение этих фактов намного более интересно, чем, собственно, их наличие. То есть я не хочу пользоваться евристиками, я хочу понимать, почему это так работает. И вот на этот ответ психология… Точнее, этого ответа у психологии нет. Поэтому я считаю ее не наукой. Но я тут один, наверное, который это делает. Я надеюсь, я ответил. И мы можем потом пополемизировать на этот счет в кулуарах. Давайте начнем. Я хотелось бы назвать слайдом таким образом. Существующий проект, который уничтожил. Первое, потому что у нас есть вопрос о уничтожении. Второе, потому что это занимает уровень того, что вы не знаете, как это такое. И у нас есть важная проблема. Но следы, но не tied у них, это имеет интересное. Итак, мы начнем с того, как из того, как действуют по плане. И пост-скриптум. И каждой слайдет. Моги на каждой слайдет, что вы должны быть делать на этой слайде, когда я говорю. С께о-анр-рик-релиемороботик, chief of operation officer already 12 years in management in IT, I started as dot net engineer and then proceeded further on I'm specialized in database data storages, ETLs and all the stuff around storage of data in general and work it with a huge variety of projects throughout my career, right now we are doing my product, our own product but previously worked with enterprises and today going to be a story about enterprise and to start about it we'll start with conclusion why with conclusion I wanted to create an intrigue and show you results that I learned from situation and you're going to try to figure out what the hell happened that led to the situation first one to get introduction into production as fast as possible buzzword everyone uses it we as engineer hear it every day it's an every agile manifest so it's cool, it's nice but no one does it usually and it backfired on me then next one prototyping can be handy really can be handy it can save your life your money someone else's money your time and so on technology is valuable we as engineers engineers usually overestimate the value technology brings to a product to solutions to everything but it's valuable but sometimes doesn't make a difference sometimes we intend and usually we intend to do everything right and usually that's not what clients want and also our psychology let us hear what we want to hear so we are pleased to hear nice thing we are losing forgetting fast enough some strange thing and the last one conclusion do not send lots of Unix instruction to prod support especially if it's from IBM that's specific so all that said going to be covered right now in a speech we're going to be talking about and without a context it's just a list of sentences it doesn't bring you anything to understand so let's set the context 2000 2011 2010 2011 year like it's 8 years ago I'm kind of getting old already Wall Street Company as a client so it's already setting some level of interaction starters especially if you talk worked with FinTech companies extreme orthodox approach in all anything like from technologies to processes that's environment you usually have to deal with when you talk working with Wall Street Company I we are talking about us as Ukrainian based company that provides services to Wall Street Company and I'm working in this company as project manager sounds nice context is set once upon a time one day we are getting scope of work of the following create data warehouse for consolidated report like I'm especially the person that specializes in databases I'm getting the request to create a data warehouse you kidding me it's like the best day of my life it goes further on complexity I'll require different data sources like bring it on I'm ready get on rolling I like it already next one ability growing data set and we are able to suggest the full scope of technology and approaches like if it doesn't sound like a dream for you if you're especially if you're using this field as a manager or an analyst or technician maybe something wrong so it sounded really cool at this point when the scope was done we're starting the project we're creating a stack of technologies we're defining reviewing them we're coming up with CATL for ETL with NETISA for data warehousing Jasper reports that just released for reporting everything the future seems bright and shiny the team assembled like we're ready to go and push and strange thing everything goes as written by a book like client says go on no problem start doing I would already start thinking something wrong is here and we started to work on so just a fancy drawing we created a TL server we enabled first TTL to it from data source from the database we created data warehouse design it deploy it create it all structure we created load to data warehouse we added second data source that was a desktop application logs we added third data source that was an Excel extraction like it's a good chunk of work if you consider about it we deployed Jasper report server we created the ICD environment for this deployment that is really strange to create in a reporting environment and we started testing all this stuff so to envelop everything in one scope what was done in nine months we were production ready we were able to send clients to the reporting service we created classical implementation if someone familiar star diagram star structure of tables logic of history processing like all fancy stuff that you usually do in databases we added three out of five listed data sources we created this approach it's automated and for some stupid reason we even created tool for level one support to watch ETLs and manage them through this application which is obviously not needed at all in the product usually and also twice changes its UI so it means like we did even more than was planned and we're ready and from all the perspective that's the point when you place a dot on the project say it's done 99% done you start using it and we go happy write recordings to your CV you state that you have lots of experience and that's everything is good and then single request comes in and it says like remove change taxonomy and change few data sources data data structures let's say and when we analyzed it what it did to all our product these two changes it made all work with it obsolete like completely obsolete it wasn't needed because everything if you remove these two items everything that worked simple story procedure so we went from a diagram with lots of steps ETLs data sources to that like where is my shiny data warehouse where is my shiny ETLs where is everything like really you kidding me we could give it to you in two months or two weeks like okay just per reporting server still took some time so and that would consider it to be a failure for me and the problem is you consider it a failure for me because we spent what 5,000 working hours designing and developing the system we created all this structure CTLs tested it instruments etc but that's not what client needed really all he needed is stored procedure we might not know it nine months before this point but what would help us to know it really what would prototype first release to production with first data source just with part of data would already show that we are on the same page prototype not working not dynamical nothing would still show what it works and that you can use it and that's outputs that came to me as a result of nine months that was wasted according to my experience but client was successful so I cannot say the project was a failure we did a success everyone satisfied they still use it somehow shocked why do you need Jasper server on Jenkins but still use it and it works it satisfies all their needs for me it's recording to CV because we could do that at first months and then just move to next project move to next challenge move on move on move on so from that point this lessons are critical for me because for me right now this is like a religion get into production I I really value CICD instructions because when we started to send Unix instructions for deployment of a server if there is at least two or three commands persons that's not really familiar with Unix going to fail with them independently what you wrote we were clever guys so we just created a bash script that deploys the system but even though you needed to execute few commands on a Unix like chmode for the script and execute script otherwise it won't start and they still were able to fail on it and you don't want to be failed on Friday evening when the system is deployed because you already had a plan on weekend and then the project where I studied that without continuous deployment and delivery that's nothing that is example I wanted to share with you from experience that talks about failures and somehow it teaches us I believe that was the turning point when I said I don't want to be like database developer anymore and turn to big data and right now I'm for example really proud that I turned there because I'm so love big data that I even get this t-shirt so sometimes problems that closes some doors open and others according to Jeff and Paul and as I'm previously announced I'm being a warm up for these two guys that are my partners the co-founders of our company they are engineers because I'm not that really an engineer you can't call a project manager an engineer and they can talk about their fellows in engineering a lot more one how to say it's a spoiler they won't be talking that much about software they will be talking more about real hardcore engineering guys I'm finished here thank you everyone is this a clicker you got it yeah there's a clicker you hang on all right all right so I'm Paul Lyman Jeff Rucker to introduce you a little bit I've been doing engineering for 30 years this is my fourth startup company with Jeff and my fourth blog and when I'm not working with Jeff I work in the aircraft industry I've done everything you can do to airplanes on airplane military commercial and we want to share with you Maude asked us if we could come out here and talk about how to fail in engineering and I spent my entire life failing in engineering so I've got lots of examples we've got lots of case studies to go through and I hope you enjoy it I'm going to take you through some of the aircraft stuff I had Jeff's going to take you through his sector all right I started programming I like the history lesson that was earlier I started programming in 1982 started engineering in 1991 and we did our first startup in 1998 so we've got together more than 70 years of failure to share with you and we've got very little time to do it there was a play back in the 60s that seems to be to come back called how to succeed in business without really trying it's a really lousy play I don't recommend it but we stole the title how to fail at engineering without really trying and that's our the one warning I want to give you if you're taking notes we're going to tell you how to fail at engineering without really trying so if you're taking notes don't do the things we're going to tell you okay you want the clicker on yours can you hang on the turret spins at 80 degrees per second in order to target the enemy missiles these tabs here are actually IR sensors that sense the heat signature of the missile that's coming in and generates a ginormous energy 10 megawatt energy beam traveling all the way down this tube out the nose targeted by those IR lasers and it hits the incoming missile now it doesn't actually blow the missile up what it does is it heats the skins to the point where it interrupts the flight phase of the missile causing the automatic explosion to happen on the missile to keep it from hitting your own country so that was the concept and they came up with that and said we think this is a pretty good idea we think it's doable and then reality hit and we started going through the process so first of all promise the impossible the first challenge we had to overcome was we had to take that beam 260 feet through a narrow pipe to a targeting mirror that spins at 80 degrees per second we also have to do that in the world's most vibration prone environment now the problem with that is that in a vibration prone environment any small movement in that beam causes you to miss the target by miles so it was a huge engineering challenge that quite frankly I don't believe they've ever overcome the program lasted until 2012 when in 2010 it got its first successful firing and then they put it in the graveyard so it did one shot they said oh we win and they left so promise the impossible because that's always going to get you to a successful end case oh don't bother with the details it'll all work out in the end so the question was asked what happens in case the chemicals catch fire they said we'll just use halon anybody who doesn't know what halon is halon is a chemical you spray in it absorbs all the oxygen rim and prevents fire from that and I said well that's great but it's going to take three times the amount of halon you can physically carry on the airplane to put this fire out and I said so we can make it work not actually on the airplane in the lab yes you can the other problem was in order to fire the halon you had to detect the fire so they asked me to go and see if I could find a fire detection system for ammonia and I could not find one anywhere and I'm looking and I'm looking and I'm looking for this fire detection system and I finally looked at the specs of the ammonia when it burns it expands at 945 feet per second that's not called a fire it's called an explosion it takes the whole back end off so we don't need to find the detection system we can tell the air force it's covered if the plane blew up there was a fire you'll know you can detect the fire because the plane is no more to keep them losing time and money already invested continue to invest more time and money this is called the gambler's dilemma and this is an often used argument on the airborne laser program you go and say okay this is impossible we can't make this work we've already spent so much time and so much money in the end they spent 16 years and 5 billion dollars US for an aircraft to shock one shot they didn't shoot the target down it just hit the target and they called that a win so then they retired was it in the right congressional district it was in california i don't know if that's the right congressional district so this is one that you'll hear over and over again and absolutely if you're trying to fail just keep chucking time and money at it if the solution forced on you by your boss makes no sense just remember it's so crazy it just might work to give you an illustration of this the airborne laser program system was so overweight that you we couldn't find enough stuff to take off the thing where it would still work and it could still fly so my boss had the great idea of listen here's what we'll do we'll drain all the fuel out of the gas tanks we'll leave just enough to take off and then as it takes off it's going to take off right behind the refueling jet and I said get right right at the edge of cruise go refuel and we'll make it just in time to be able to put that thing in the air and everybody went that's a pretty good idea it's a terrible idea alright so solve several problems simultaneously and that way they won't be able to isolate identify the one that's going to lead to failure and actually you may not be able to identify that all of them might lead to failure so we had this issue one of the chemicals used in here was gaseous chlorine now gaseous chlorine if you're not aware if you inhale it you die so they didn't want to kill the crew right this came with the 12 man crew so they put this giant bulkhead right where the 747 hump is they got a big bulkhead there called the thousand inch bulkhead because it's thousand inches back in the nose they put it in here to pressurize the two sides differently there's a one atmosphere pressure difference between the back and the front when we were testing this system we had a seal leak and like that we're equalizing pressure and I said well if we're equalizing pressure the chlorine can sneak forward like oh yeah we're gonna have to work on the oxygen system I said okay so I found an oxygen system that would protect the crew problem was we're way overweight we can't afford that they said ah we found a different system for you instead because you weren't doing the job well we found these little canisters that have compressed oxygen these will work so I read the specs on the compressed oxygen they mix external air with the oxygen inside the tank that's compressed and I said well 50% chlorine kills you just as effectively as 100% you'll die anyway and they thought about it for a second and they said that's a good point we need to work on the autoland system so that we can land the plane without crashing it because the whole crew dies don't rock the boat I've told Jeff is well familiar with this we've known each other since we were kids and he was he was with me I had to complain to him about all my trials and travails with this program Jeff what was the number one question that the lead pilot asked me daily so you've got a spinning mirror right below the cockpit it spins in all different directions I just have one question am I going to shoot myself in the face with the laser that's all I want to know this was a legitimate question he would look at me and go Paul I don't care about the rest of it can I shoot myself in the face with the laser and now my boss said don't tell me to shoot themselves in the laser we have systems for that the problem was the system that oriented the laser and the system that powered the laser were two different systems so I could technically move the laser because it says ok it's locked position it's at zero we know where zero is we can always make sure it didn't shoot you in the face except for I can power on the movement system turn it 180 degrees and then turn on the system that says hey I'm up and wherever I am right now I'm at zero so let's fire zero degrees which means you can shoot yourself in the face you rock you rocked the boat you're not supposed to rock the boat you're not supposed to tell the pilot he can shoot himself yes they didn't like that at all just because no one else has skated uphill doesn't mean you can't seriously have they really tried have they tried their hardest to skate uphill were they as smart as you and are they nearly as smart as you that's right one of our physics consultants that we talk to all the time when analyzing one of the elements of the aircraft control because the aircraft is so heavy that it responds differently when you're flying it and he said I think that problem is solvable he said if you ignore the effects of friction and gravity the solution reduces quite nicely and I said yeah of course it reduces nicely you're taking the two contributing factors out but apparently that was okay so I was asked to leave that program in 1998 and went on to do other things with Jeff so that's that's mine all right so next story we are asked to rebuild the back-end systems for a major hedge fund in Wall Street so the back-end system is what processes all the trades this thing is moving billions of dollars every day and it's moving it very quickly it is the backbone of a hedge fund and that is going they're just going to rewrite it from scratch so that was the goal sounds like fun they even gave themselves a year and a half to do it and so we were delighted to show them how to fail actually we didn't have to show them they showed themselves we were we weren't the gremlins that we are now we actually tried to fight this but we've learned better we've learned how to fail much better since this program so the first thing we learned was don't do anything half-assed don't take baby steps that's for babies don't crawl then walk then run no just replace the whole thing just don't turn on anything until the very end and it's going to everything's just going to work it's going to be awesome and the customer doesn't need to see anything for 18 months or 24 months or 30 months yeah they'll be patient oh and the fact that we stopped work on all other projects for that time they'll just have to suffer because this is really really important so let's do that second off let's ignore history I mean we're doing new stuff why should we ever look at anything from the fact in the past I mean yeah we're building what amounts to an inventory accounting system but what does 500 years of inventory accounting have to teach us we'll just come up with something new because we're using new technology so accounting we just ignore that and all the other lessons from other companies that have tried to do the same thing in the past oh and that's what it's all about it's not about making this company more efficient it's not about giving them a strategic advantage of their competitors it's not about actually being able to trade more faster so you you can scale a business from 10 billion to 100 billion it's about the technology we get to use new streaming stuff and let's just use alpha stuff and beta stuff let's not do anything that's been proven I mean that's what they're here for they want to change and they want to change with technology so let's focus on that technology and maybe we'll hire a VA but we won't listen to him and we won't let him talk to the customer but you know oh this is critical this is absolutely critical if you have a system that you hate and you want to go revolutionary with a new system with new technology and a new way of thinking by all means have the people that built the old system in charge of building the new system that is a surefire way to make sure you get the revolution you're looking for oh and don't put a single person in charge they may actually move things along quickly and make decisions what you need is a committee see you don't want anybody to actually be responsible for anything we need to come to a consensus we need to get all the ideas and and don't put any governance in there where they can actually resolve a conflict we'll just you know group think will come up with the best answer that's that's probably and especially since we have taken a couple of junior people that know the new technology and have them with the very senior people that built the old system that'll work out great so oh and again in those committee meetings that go on for four hours when they were scheduled for 30 minutes be sure to take any criticism of your idea as a personal assault on your intelligence on your integrity as your very worth as a human being it's not about the idea they're not criticizing your idea they're criticizing you they think you're a dirt bag and you're going to make it throw it right back in their face so yeah that's the way to do it oh and because we've got the committees and we're taking all this at personal we can now divide into factions of this team and that team and we can get all this political intrigue going on inside the hallways and working against each other just pulling in separate directions on two different diametrically approached approaches to solving this problem but hey we've got 18 months and a billion dollar company backing us so what could go wrong oh and this is the best part because it's such a big project now is your opportunity you've been dreaming for now is the time to build that new framework from scratch that new database because all the other databases out there suck or the messaging system that's it we'll build a brand new messaging system this Kafka thing those guys don't know what they're doing we can do it much better than them and yeah yeah I mean it was you know LinkedIn who are they I mean how many resources do they have I mean we got a team of four guys to do this we're gonna we're gonna this is the ticket right here and we're gonna come out looking like heroes because it's all about the technology so those are some lessons we learned on how to fail back to you so more recently than the airborne laser program I spent 11 years working on cabin management systems putting these systems on private and business jets regional and global scale and these systems are very complicated because they integrate your temperature systems your water systems your audio your video your lights your shades they flush the toilets they do everything right and you can do it from integrated touch screens all the way down to personal handheld devices your iphone or your android phone can download an app and make this work very high end systems very expensive systems and the thing about these systems is that the people who buy them expect them to be fast reliable easy to use and most importantly unique to every aircraft because the people who buy these systems are billionaires and they all get together in their billionaire meetings wherever that may be and they talk about what the cool new thing is they have an airplane and they will come back to me and say I talked to Bob yesterday and he has this really cool thing and I'm a little jealous I want something different give you something new so you're constantly adding new features to the thing so it was a unique environment it was a unique experience and we're going to look at how we can make that fail when I came in focus on how things are unique rather than how they're the same so we have when I first started we had six different aircraft type and because we had six different aircraft type I need six different versions of the software and I asked them I said it's the same wiring in the base I mean everything is the same the only difference is what features you give them based on what kind of airplane they are and they said yeah we have completely separate systems for that so now we're managing with a team of six people six different software basis which I you know seems like doable next one if your company did not invent it then it's probably complete crap you cannot use I mean will anybody really understand all the needs that you have will they fulfill all the things that you have to get done probably not so it's best that you just not look at anybody else's stuff not use anything that already exists out there and completely reinvent the wheel that's that's really the only way to guarantee we're going to get quality here okay make what you are comfortable with the important value add the customer's perception is completely meaningless we went three years with the same GUI the same graphical user interface on this even though technology had changed at a rapid pace features had changed at a rapid pace and when I finally asked why have you had the same graphical user interface for three years they said we know how to change this graphical user interface and the guy who invented it left the company so we don't know how to make any real changes to it seniority and titles should prevail not the merits but the idea if you have the title then you obviously already have all the knowledge you need to have you have all the answers and this is a pervasive one so make sure as you climb that ladder and you gain that experience that you let all those junior guys out there with all their cool new ideas know that they haven't spent enough time in there to get the facts right and put them in their place tell them their ideas are stupid and don't listen to what they have to say just keep going on doing the way you've been doing things because it's worked for you so far there's nothing to learn from the experience of other industries their problems are so different from yours they are I'm in the aircraft industry and I service private business jets what can they get from a company that does like oh I don't know entertainment systems for people's homes or systems for airlines and things like that that can't possibly teach me that this is a unique customer set so we would go and make sure that we did everything in a closed closet yeah I mean that billionaire has a yacht with an entertainment system but that doesn't fly so I mean there's nothing to learn there of course yeah it doesn't fly and then when they come back and say I want on my plane what I have at home you're like yeah but your plane your home always stays where your home is your plane actually lives around what made you successful in one market will naturally make you successful in another it's all about the technology so when I first came to this cabin management program all of the engineers who were doing it had spent 20-25 years in avionics and they had a good point their years and years of doing precise calculations on atmospheric data that was being able to be translated into aircraft position aircraft attitude flight speed and weather conditions would come in really really useful when the video and audio were out of sync or the toilets wouldn't fly so I you know we learned from those guys that's the kind of methodology we needed to use and it really jacked up the cost and the time oh and your customer relationship process for dealing with a government contract over multiple years will undoubtedly translate well with dealing with a billionaire whose entertainment system doesn't work I mean they respond pretty much the same way well it's true in the aircraft industry everything's measured in importance based on level they have a level A which is your flight control systems and things like that things that cannot fail things that have to be triply redundant and then they have level E which means basically don't blow up the plane and don't set a fire and I don't care what you do and my system was level E and therefore all the avionics guys were like whatever don't blow the plane and don't set me on fire you're fine however the thing they failed to realize was the guy who paid for the plane used my system not their system so he wanted to work I had one customer that literally would ground the airplane if they didn't have off aircraft wifi when we left because he's a stock trader he said if I'm not trading stocks I'm losing a billion dollars now and I said okay and so he would ground the aircraft and I would have to go out there and fix it for him all right so this story is a little different this story is not that I got to participate in the build up to the failure I got to see the final day of the failure it's 1993 and I'm working for a defense department laboratory and I'm in the command group working for the general and one day the general comes to me and he says come with me and we're walking down the hallway through this laboratory and we come to the corner and there's two military police and the general says you two come with me so now the four of us are walking down the hallway and I'm thinking what is this about am I being arrested but no I wasn't me and we come to a door which I may have passed a hundred times but never really saw it was a secure door you had to enter a combination to get into it I never even noticed that door before the general enters a combination opens the door and the four of us walk in and there sitting in this room is a machine that looks very much like this I took this from war games the whopper and war games so it looked very much like this and the general said you MP unplug it and the scientists that were in this room collectively went no and the general said to the other MP shoot them if they stop you which I think was hyperbole but nobody called him on it so they unplugged this computer no graceful download no nothing this is almost a supercomputer he just yanks out of the wall and the lights go off and there's some sobbing in the background by one of the engineers and the general said if that phone rings I'll plug it back in and he left and the phone never rang and they were reassigned so there's some really awesome things you can learn about how to fail from this team the first one is don't engage your customers we all know as engineers they're idiots right so don't talk to them just do the thing you're doing right because what you're doing is really important right so you don't even need to have customers really I mean what separates engineers from pure science anyway I mean we're advancing human civilization by having electricity run through a box and burn and make heat I mean that's important right and remember you are irreplaceable nobody can do what you do and there's no need to evolve or continually improve I mean you're awesome just the way you are nobody's ever going to get tired of you and what you know and what you do just keep doing it and make sure you're the indispensable man or woman that everyone knows that it's chaos without you this place would fall apart without you because you know the stuff that nobody else knows and you know how to fix those things are just way too complicated to explain to mere mortals you're a super engineer and also just become one with that technology you've built make it your identity make it you make it that if anything happened to it you may as well cease to exist I mean that's you that's more than your baby it's not a descendant of you it is you so because you're there to solve a problem and if that problem ever went away well your reason to exist would go away too I mean really there's only that problem it's not like there's infinite number of problems and infinite number of frontiers to be conquered and solved and it's not like if you solve the faster you solve this one they're going to give you more and bigger problems to solve so hold on to this one don't ever let it go it looks like we're ahead of time so about five minutes ago we were I was having a beard I don't know what they were doing and we came up with yet another one and our challenge in preparing for this was how do we pick the ones of all the failures we've seen over a collective 70 years which won but I like this one so we went ahead and put it as a backup so this is B-52 cockpit and in the B-52 cockpit we in 1992 was the first time that GPS had been used for navigation for aircraft up until then they only used ground based radar systems to guide airplanes today there's not an airplane going that doesn't use GPS to their system but when we did that we had to make a number of changes digitize all the equipment remember this it's a B-52 because it was started in 1952 so when we did it in 1992 it was 40 years old so we replaced all the gadgets here one of the dials there's called a horizontal situation indicator and a horizontal situation indicator has a center line right it's got a little line it's got a top and bottom of that line and a middle line that moves there's two dots on either side of that line and those two dots indicate a reference angle from the path you're supposed to be on so as that line moves out you move out two degrees four degrees for reference from your center line so when we were doing the upgrade to a digital system our engineers our software engineers thought you know what that degree thing makes no sense to me not a little sense I'll tell you what we're going to do we're going to change from degrees to miles and it's going to be so much easier for these guys they're going to want it we're just surprising about it this is going to be fantastic it's called delighting the customer yeah delighting the customer that's what we're doing delighting the customer so when we do these test flights I'm sitting in a tiny concrete bunker with a microphone and a glass of water and a wooden bench talking to the guys flying the airplane there's an eight man crew they were on six it's a 16 hour flight they had to switch the crew halfway to the flight because of flight regulations and such and we get to do the final turn and they are using the horizontal situation indicator that they've used for 25 years and they're expecting it to be a reference angle and it winds up being miles apparently there's a change in how that's interpreted and they nearly ran into a mountain and the entire time they're questioning my parentage they're questioning whether my mother loves me or not there's a lot of new curse words I learned that day if you know your father and then they told me we're going to land and we land we want you to be in the bunker don't leave the bunker stay in the bunker and I'm a fairly new engineer I'm like oh there's a little bit of the bunker that was probably a bad plan because they came in swinging they were not happy about the whole thing so I go back and I said listen I'm going to go figure out what happened and get it changed and they're like we're not planning to test fight until you prove that you're not screwing up everything so I went back and talked to our software engineers and I said hey guys what's the deal with the mile thing and they said oh yeah how'd they like it was it good I'm like yeah I barely got another in my life we need to talk about changes we make you almost destroyed a billion dollar aircraft that was 50 years old so by all means if you're looking to do what you can to fail an engineering project don't bother asking the customer what their preference is just make those changes you think are right because you never having flown a plane probably know best so yeah it seems like to work out for everybody one more test and production I mean you're brilliant right and and you yeah lives are at stake but go back you're brilliant so and you know when it all comes down to it all these decisions we make in design are arbitrary how long the system is going to last how many it support degrees versus miles it just go with what feels good and pick an arbitrary number and move on because that's life just just go with that oh and surprises are great surprises you don't tell anybody about it it's just it's just a it's all it's only what they used to that's all that's all that's all that's all that's all that's all we appreciate you sticking around for us we know it's been a long day so thanks everybody for your time yes thank you thank you thank you thank you thank you Продолжение следует...